Давненько. Недостатка в средствах не было, поэтому храмы в Торжке строили с размахом. В России много прекрасных старинных городов, в один из которых я сегодня с вами и отправляюсь. Всем привет! Я в Твери, но путь мой лежит в Торжок. Но для начала мне надо было приехать в Тверь. Теперь буду искать автобус, как доехать до Торжка. Говорят так, до Торжка. Ну что, я уже на автовокзале. Билет стоил в Тверь Торжок 265 рублей. А в Тверь я приехала на Ласточке, она стоила 755 рублей. В общем, 2000 надо на дорогу туда и обратно. Сразу скажу, что ехать в этот прекрасный старинный город на вот этих автобусах, которые, кстати, с официального автовокзала выходят, я не рекомендую. Водитель водит ужасно, создавал постоянно аварийную ситуацию. Мы там, у нас было 10 человек в автобусе, думали, что вообще не доедем. И обратно я спокойно села на электричку и прекрасно, с комфортом, доехала обратно до Твери. Торжок – город в Тверской области. Город один из старейших в России. Основали его новгородские купцы. И первое упоминание о нем в летописях относится к 1139 году. То есть город старше Твери, ну, как минимум на два века. Дальше Торжок вошел в состав московского княжества и стал центром новотворского уезда. Вы знаете, местные жители рассказали мне, что сейчас у них начинаются реставрационные работы, что город будут восстанавливать, приводить в порядок и делать его удобным для туристов и для жителей города, естественно. Дальше Торжок в России по контракту «Армия России» прям. Смотрите, детки тут рисовали, видимо, был какой-то конкурс. Гуляния какие тут. Плов, шашлык тебе, пожалуйста. Там еще концерт, наверное, какой-нибудь будет на сцене. Так, шашлык-пашлык. Шашлык. Запах опять вот от шашлыка вообще волшебный. Но на улице в жаре сидеть не хочется. Ножди нас снять тоже. Пойдем в видеоролик. Скажите, там мы уже в этот город. Молодцы, спасибо, что вы приехали. В шашлыке это, конечно, хорошо. Но в первую очередь в Торжке я решила попробовать знаменитых пожарских котлет. В Торжке Пушкин останавливался, говорят, 25 раз и очень любил пожарские котлеты. На досуге от обеда у пожарского в Торжке жареных котлет отведай и отправься на липке. Именно так и написал Пушкин в письме к своему товарищу Соболевскому. Вообще, путешествуя из Москвы в Петербург и обратно, в Торжке останавливались очень много известных людей. Пушкин же останавливался в гостинице пожарского, навещал здесь друзей, писал стихи. И пожарские котлеты теперь известны больше, чем сам город, в котором они появились. Заходим в домик. Жилой домик, между прочим. Гаражи. Да. Давненько. К слову сказать, дом старинный, и я надеюсь, что реставрация не обойдет вот такие маленькие прекрасные дома. Это что, звоночки? Скажу сразу, что город меня покорил каким-то особенным воздухом, особой атмосферой в городе. Огромное количество храмов. Колокольный звон, как будто не переставая целый день, ты слышишь его в любой части города. Торжок – город небольшой. И многие спрашивают, откуда в таком маленьком городе такие большие красивые храмы. И в самом деле Спасо-Преображенский собор, Борисоглебовский монастырь, Благовещенский храм украсили бы собой и Москву, и Санкт-Петербург, и другие крупные города России. Местные краеведы говорят о том, что причиной тому соперничество купцов. Каждый купец, достигший высокого положения, хотел прославить свою фамилию и старался дать на строительство храмов больше денег, чем сосед. Недостатка в средствах не было, поэтому храмы в Торжке строили с размахом. Борисоглебовский мужской монастырь – один из самых древнейших в России. За свою историю монастырь не разгорел, а в 1238 году его основательно разрушили монголо-татары. Свой нынешний вид монастырь приобрел при императрице Екатерине II, которая самолично заложила первый камень в основании одного из храмов на территории монастыря Собора Бориса и Глеба. Гляжу в озеро синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Решили заглянуть во дворик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Про реновацию никто не слышал. Но такое тепло вот от этих двориков веет. Такая доброта какая-то. И я вижу как люди любят город. Вот прямо просто любят город. С душой рассказывают о достопримечательностях. дом охраняется хитрыми быстрыми и злопамятными собаками я поймала себя на мысли что это город в который обязательно хочется вернуться и я думаю что где-нибудь через годик на следующее лето мы посетим этот город и посмотрим как там все изменилось главное чтобы он не перестал быть одноэтажным потому что это придает городу особый дух ну и уже уезжая в москву я решила заглянуть вот в это замечательное кафе кафе называется пельменный буль открылась она недавно вкусная еда прекрасный персонал потрясающая душевная атмосфера все просто мне очень понравилось так что друзья рекомендую находится она в центре города лесу дерево и вот и вот здесь очень много но это вороны а и и и и